Королевский эксперт Кинси Шофилд призвал принца Гарри и Меган Маркель, наконец повзрослеть. Он также добавил, что сосекские вряд ли получат приглашение в гости от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда те приедут в США для вручения премии Эрдшотт Прайс. Уильям и Кэтрин действительно сосредоточены на будущем монархии и, вероятно, считают, что Гарри и Меган предстоит еще многому научиться, отметил Шофилд, кембриджские также хотели бы сфокусировать внимание на Эрдшотт Прайс, а любой контакт с сосекскими тут же займет все газетные заголовки, что отвлечет внимание от дела. Королевский эксперт Нил Шон добавил, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет слишком плотный график. И хоть поездка в США была бы идеальным временем для встречи с Гарри и Меган, это не представляется возможным. Кейт Миддлтон и принц Уильям считаются образцовой парой. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. На днях в сети появились тревожные слухи об изменах герцога Кембриджского. По словам инсайдера, принц Уильям имеет романтические связи на стороне. Более того, его жена в курсе происходящего и вовсе не возражает. Предполагается, что наследник Британского престола закрутил роман с Роуз Хенбери. В сети даже распространился решетка принца Уильяма Фер, дело принца Уильяма. Настоящая причина измен – любовь к Пикгингу, которую не разделяет его очень консервативная жена. Она не обращает внимания на его любовниц, поскольку считает, что мужу лучше реализовать свои сексуальные желания на стороне, тем более что это только секс без эмоций. Однако с последней женщиной ситуация вышла из-под контроля, поделился инсайдер. Не так давно значение словосочетания «Лондонский мост» стало известно всем британцам и поклонникам королевской семьи. Ведь это название секретного плана в случае, если Букингемский дворец подтвердит смерть королевы Елизаветы II. Впервые данный план стал разрабатываться еще в 1960-х годах, это довольно внушительный и обязательный список действий, в котором последовательно расписано, что будет происходить в Соединенном Королевстве в день смерти Ее Величества. Фраза «Лондонский мост разрушен» будет использоваться для передачи новостей по ключевым линиям, начиная от парламента и заканчивая лондонской столичной полицией и британской прессой. Для многих разговоры о кончине монарха кажутся жуткими и неуместными. Однако нельзя отрицать тот факт, что смерть – это естественный процесс. А учитывая то, что королеве Елизавете II исполнилось 96 лет, и она является вторым по продолжительности правящим монархом в мировой истории, неудивительно, что специалисты начинают оперативно совершенствовать этот план. Стоит отметить, что к смерти Ее Величества готовы не только лондонские власти, но и режиссеры исторической драмы «Корона». К слову, продюсеры проекта разработали собственную версию операции «Лондонский мост». Известно, что съемки шестого и последнего сезона «Историка королевской драмы» от Netflix начались этим летом. Однако, если королева Елизавета II умрет до того, как производство будет завершено, у Питера Моргана и его коллег-продюсеров есть запасной план, который поможет им сориентироваться в дальнейших действиях. Согласно заявлению издания New York Post, которое уже давно закрепило за собой статус инсайдера сериала «Съемки короны», будут прекращены сразу же после известия о смерти королевы Елизаветы II. Безусловно, спустя некоторое время, состоится множество собраний, на которых будет решаться вопрос, когда можно продолжать съемки сериала. Предполагается, что премьера пятого сезона сериала «Корона» состоится в ноябре этого года, и главную роль королевы Елизаветы II вместо Оливии Колман исполнит Эмельда Стоунтон. Сезон будет охватывать события 1990-х годов и, вероятно, будет в значительной степени сосредоточен на 1992 году, который монарха крестила ужасным годом, десятилетия. Тогда неудачи и скандалы преследовали британскую корону одна за другой, распались три королевских брака, принца Чарльза и Дианы, принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцессы Анны и капитана Марка Филлипса. Что касается шестого сезона, то точная дата премьеры пока неизвестна. Однако нетрудно предположить, что сериал будет охватывать подробности смерти принцессы Дианы и ее последних лет жизни. Доминик Уэст, который сыграл принца Чарльза, сказал, что шестой сезон будет «настолько бурным, насколько это возможно». Также известно, что Netflix проводил специальный кастинг, специалисты искали подростков, похожих на принцев Гарри и Уильяма, а также Кейт Миддлтон и Меган Маркель в молодости. Возможно, сериал завершится свадьбой принца Чарльза и Камилы Паркер-Боулс в 2005 году. Герцог и герцогиня Сосекские сложили с себя королевские обязанности в марте 2020 года и теперь живут в Калифорнии. Уже давно известно, что между принцами Уильямом и Гарри возникли первые серьезные разногласия незадолго до свадьбы последнего в 2018 году. Том Бауэр, автор книги «Месть, Меган, Гарри и война между Виндзорами», исследовал раскол в отношениях братьев и влянии Меган на этот конфликт. Журналист заявил, что говорить о примирении Уильяма и Гарри уже «слишком поздно», и все из-за «склонности Меган постоянно изображать из себя жертву». Бауэр напомнил, что, когда Сосекские ушли с поста старших членов королевской семьи, отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон с принцем Гарри и Меган Маркель были окончательно испорчены. В основе их разногласий лежало нежелание Меган быть частью команды. Близости не было. Меган убедила Гарри, что сотрудники Уильяма очерняют ее. Постоянные шепоты и пересуды о том, что Кейт плакала из-за поведения Меган, а затем и возмутительные жалобы персонала дворца на абьюз со стороны герцогини Сосекской, по ее же мнению, были нарочно придуманы приближенными, чтобы бесповоротно очернить ее репутацию. В книге автор также утверждает, что Гарри и Меган рассчитывали появиться с королевой Елизаветой двумя на балконе Букингемского дворца во время празднования платинового юбилея правления Ее Величества в июне этого года. Но этого не произошло во многом по инициативе принца Уильяма, который выступил категорически против публичного выхода беглых родственников. Королевский эксперт Кэти Никол отметила, что еще в 2018 году принц Гарри упрекнул своего брата в том, что тот делает недостаточно для того, чтобы Меган стала частью королевской семьи и чувствовала себя во дворце комфортно. Уильям не расстилал красную дорожку для Меган, Гарри это понимал. У братьев была небольшая ссора, которая разрешилась только тогда, когда вмешался Чарльз и попросил старшего сына проявить мудрость и приложить усилия. Именно тогда кембриджские пригласили сосекских провести с ними Рождество, подчеркнула Никол. Мы продолжаем исследовать новую книгу Тома Бауэра «Месть, Меган, Гарри и война между ВНДЗРАМ и», которая открывает новые подробности взаимоотношений герцогов сосекских с представителями британской короны. На этот раз пикантные на откровение мемуары открывают завесу тайны о первом и последующих впечатлениях королевских особ и приближенных к короне семей насчет неоднозначной личности тогда еще будущей невесты принца Гарри, Меган Маркель. Многим известно, что брат герцога сосекского принца Уильям и его супруга Кейт Миддлтон изначально были озадачены выбором Гарри. В начале сентября 2017 года Кейт Миддлтон сообщила, что ждет третьего ребенка, поэтому она стала реже посещать публичные мероприятия. Конечно, ее внимание сфокусировалось на собственном здоровье, а не на соседке по Кенсингтонскому дворцу, Меган. Тогда Гарри познакомил свою возлюбленную с двумя сестрами Дианы, леди Джейн и леди Сарой, а также ее лучшей подругой Джулией Сэмюэл. Гарри предполагал, что семья и друзья Дианы увидят сходство между Дианой и его невестой, но этого не произошло. Конечно, у обеих были одни и те же проблемы, но личности Уэльской и Меган отличались. Гарри был разочарован, что никто не одобряет его выбор, потому что многие не согласились с тем, что у его матери есть что-то общее с этой девушкой. Также его беспокоили и предостережение близких о том, что Меган не впишется в королевскую семью, пишет Бауэр в своей книге. Стоит отметить, что беспокойство королевских представителей разделил и граф Спенсер. Он видел, что отношения братьев Гарри и Уильяма ухудшаются из-за Меган, поэтому решил высказать свое мнение. Трижды женатый Спенсер предупредил своего племянника, чтобы тот пересмотрел свою спешку в отношении брака с Меган. Тогда Гарри ответил ему, что это очень тяжело. Оказалось, вдобавок ко всему, принц переживал по поводу того, что ему не будет хватать финансов, чтобы обеспечить беззаботную жизнь будущей жене. Ежегодно принц Гарри получал от своего отца принца Чарльза 1 доллар США и 70 центов MLN, а вот личный агент Меган Ник Коллинз заявил Маркель, что ее актерские перспективы ограничены, а вместе с ними и доход, отметил в своих мемуарах Том. Тогда королевский эксперт Амид Скоби объявил об уходе герцогини из Голливуда. Она хотела бы оставить более значимый след в актерской карьере, поэтому Меган немного разочарована, заявил королевский эксперт Амид Скоби. Конечно, узнав о такой новости, граф Спенсер понял, что отношения Меган и Гарри идут к свадьбе, ведь иначе бы девушка не отказалась от карьеры в Голливуде. Это означало лишь одно, теперь ее приоритетом стала королевская жизнь.